Вторая смерть от батулизма. В Сумской области сегодня ночью скончался 38-летний фельдшер. Более двух дней он провел в инфекционной больнице, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи ввели польскую сыворотку. Это была единственная доза на всю область. Еще две ампулы родные раздобыли в России, но, как пояснили специалисты, лекарство было введено слишком поздно. Украинские больницы, к слову, не получают его с 2014 года. Действие сертификата о госрегистрации препарата российского производства истекло, а нового поставщика Минздрав так и не нашел. И вот только сейчас, как уверяют чиновники, начался процесс регистрации препарата из Франции. Запрос о том, когда же, наконец, в Украине появится сыворотка от батулизма, мы направили в министерство несколько дней назад, но ответа так и не дождались. Выяснить это лично у Ульяны Супрун. На днях пытались журналисты сразу нескольких каналов. Чтобы услышать комментарии, им пришлось даже бежать за исполняющие обязанности министра здравоохранения. Но говорить что-либо на тему батулизма, она отказалась, сославшись на то, что журналисты ведут себя неэтично. Я имею в виду вопрос. Вчера был день журналистов. Так? Чи так этично проводятся журналісти в свете? Чи вони так атакуют людей и ставят микрофон и бьют микрофоном министра? Думаю, что нет.